В субботней встрече с жителями становятся традицией главы города. На улице Северной, что на Кировке, жители обратили внимание главы на интенсивное автомобильное движение и отсутствие тротуаров. С момента строительства квартала Троицкая-Слобода ситуация особенно осложнилась. Женщина идет с ребенком с коляской. Вообще беда. Она не уехать не может, потому что здесь отвал. Ей детство не может. И детей в школу верениться идет. Здесь еще по старым домам детей мало, а вот этот весь коттеджный поселок, там детей море. И ведут в школу, и везут в школу. Все понятно. Очень такая напряженная ситуация. Спасибо, что вы среагировали, потому что по письмам Добродела у нас все время оповещали, что наша проблема решена, поставлена в очередь. Добродел, смотрите, Добродел вообще он присмотрен, он это хорошая штука, и надо обязательно ходить. На Добродел, например, тут у вас вдруг, не дай бог, да, вот яму какая-то оборудовалась, вот вы в Добродел, и у нас неделя срока, чтобы мы это устранили. А такой глобальный вопрос, да, там на Добродел дается 8 лет, ну это 8 лет. Ну мы понимаем, ну... И он и затягивается. Опасную ситуацию не спасает и лежачий полицейский, установленный для ограничения скоростного режима автотранспорта. Были дорожные службы на прошлой неделе, ставили знаки ухода на улиц. На этих полицейских подпрыгивают машины, теряют глушители, у нас вот только на той неделе два в канаве лежало. Потому что они не обозначены, знаки теперь поставили, но на асфальте не видно в темноте, их тут несколько штук сделано, скорость не снижается. Глава города пообещал помочь жителям в решении этой проблемы. Положили неплохой асфальт, но дорога очень узкая, детишек очень много, ходят в 22-ю школу, а тротуаров нет вообще. Тоже мы взяли этот вопрос на заметку, проработаем. Думаю, что районная власть тоже нам в этом вопросе поможет. Также глава Сергея Посада заехал на улицу школьную и проверил, как исполняются его поручения. Позднее Михаил Токарев посетил бесхозную хоккейную коробку на Клеминском поселке, которую жители очень просили привести в порядок. Открытая хоккейная коробка у храмов с пеней Пресвятой Богородицы пользуется популярностью у горожан. Зимой площадка очень нужна. Сюда приходят кататься и играть в хоккей весь поселок, но за ней давно никто не следит. Однако ситуация может измениться. По областной программе Андрея Воробьева «Спорт Подмосковья» в Сергием Посаде в ближайшее время появится еще две хоккейных открытых коробки. Здесь, на поселке, и на Северном, на стадионе «Луч». Сегодня были на улице Клементьевской, смотрели старую коробочку, походили, посмотрели, думаем сейчас, как лучше спланировать. Конкурс сейчас правительство Московской области разыгрывается. Мы надеемся, что буквально через неделю, через две недели строители на коробочку зайдут, и в течение месяца все работы мы сделаем. К Новому году, обещают власти города, жители Сергея Посада смогут играть в хоккей как на стадионе «Луч», так и на Клементьевском поселке. Ирина Самойлов, Михаил Жучков, День города.